Друзья, посмотрите, как же хорош Крым в это время года. Горы, море, да еще и клубника поспела. Но не только поэтому. Лыжники, наши прославленные олимпийцы, выбирают именно это место для самого первого сбора в сезоне. Но нам бы хотелось рассказать в первую очередь не про тренировки, а про самих спортсменов. На сборах Юрий Бородавка не просто главный, он еще и мастер на все руки. Перед тренировкой едет за водой для всей команды, затем отвозит персонал и оборудование на место занятий. Все расставляет по местам. Юрий Викторович здесь построил очень хороший такой коллектив, который действительно отзывается на все. То есть это относительно сейчас, я говорю, даже не ребят спортсменов, а персоналу. То есть и доктор, и второй тренер, то есть они помогают. То есть все вот это настолько отработано. У них система, ты едешь на велосипеде, нужно попить, у тебя заканчивается, ты отдал. Все это, никаких остановок никаких нет. То есть у тебя всегда есть поддержка. О том, насколько тяжелые сборы у Бородавка, все уже давно наслышаны. Сам тренер даже предупреждает спортсменов, что приезжать к нему нужно подготовленными. Я могу сказать так, что к этому нереально подготовиться никак. То есть можно, да, тренироваться, можно психологически настроиться, но подготовиться нельзя. Это самый тяжелый сбор из всей подготовки, которая у нас есть. И тяжелый прежде всего из-за того, что ударная очень сильная нагрузка на ноги. Но при всей жестокости сборов сам тренер говорит, что максимально открыт. Со мной можно и нужно общаться, то есть по работе. Со мной можно и нужно договариваться, если есть какие-то проблемы. И если есть какие-то пути улучшения тренировочного процесса, тоже не нужно молчать. Мы смотрим и на вас, и на Бородавка. Он так ходит, особо не вмешивается. Он все время так работает? Ну, в принципе, да. То есть каждый знает, что он делает, для чего он делает это. И там гонять и толкать кого-то тут, я думаю, что не нужно и не надо. С виду все кажется очень просто. Наставник спокойно наблюдает за тренировками. Но колоссальный объем его стараний просто скрыт от посторонних глаз. Переход в его группу в этом межсезонье Якимушкина и Мальцева, пополнение Дарьи Непряевой, все это говорит о том, что многие стремятся работать именно с Бородавка. Но ни для кого не секрет. Сперва тренер лично общается с каждым спортсменом. А вы вот в этом разговоре выдвигаете какие-то требования к спортсмену? К мальцам. Ну, к отдельным спортсменам я никому требования не выдвигаю. Есть общее положение, что в этой группе, у меня в группе можно, то есть чего нельзя. Вот мы это дело все обсуждаем, то есть если это все дело принимается, мы пожимаем руки друг к другу и уже идем в одном направлении. Можно озвучить какие-нибудь правила, чтобы мы знали, вот например, что точно нельзя делать у вас? Нельзя срезать, нельзя обманывать, нельзя нарушать режим. Бородавка жестко следит за дисциплиной. Я думаю, что мы здесь находимся и мы понимаем, для чего мы здесь находимся. И нет такого, чтобы нас гоняли. После отбоя проверяете, чтобы была тишина? Никогда. То есть все на доверии? Все на доверии, то есть, ну, если бывает иногда случайно, то есть, но специально никогда. Ловили кого-нибудь, ну, за тренерскую карьеру бывало? Конечно, бывало. И каково наказание было? Ну, в далекие-далекие времена, значит, после отбоя были пойманы спортсмены. И сказал, завтра в 6 утра, то есть, встречаемся на плацу, и будет разговор. То есть, я ушел. Ну, и сам пришел на завтрак в полдевятого. То есть, они с 6 утра до полдевятого стояли, ждали. Как говорят лыжники, из года в год на первом сборе в Крыму три вида основной программы. Кросс, кросс-поход и велосипед. Двухразовые тренировки на пределе возможностей. Но тренер с улыбкой называет это оздоровлением. В этом межсезонье произошли серьезные изменения в составе группы «Бородавка». Поэтому давайте разбираться, кто же пришел и что это за спортсмены. Ну, у меня вообще была возможность, как говорится, я подходил к Елене Валерьевне, она сказала, выбирай сам, в какую хочешь группу идти. В принципе, можешь идти в любую группу. У тебя, говорят, у одного такое есть. Такая как привилегия, ты можешь пойти к любому тренеру. И я так подумал, что надо идти к Юрию Викторовичу, потому что ребята сильные, есть за кем тянуться. Скажем так, он очень удовлетворен этим сезоном и очень амбициозный спортсмен. То есть, ну, уже достаточно в серьезном возрасте. И у него, то есть, настало время, когда он начал понимать, что каждый год у него должен быть, скажем так, с точки, серьезной точкой роста, чтобы к Олимпийским играм, то есть, подойти в наивысшей форме. При этом очевидно, что и сам Мальцев для группы Бородавка – это важное пополнение. Когда потом пойдут уже именно скоростные работы, наоборот, может быть, это будет положительно. То есть, добавятся еще те люди, с которыми можно поработать, так условно скажем. Кто-то в чем-то из них же тоже превосходит. Есть у них сильные стороны. Ну, Артем Мальцев, он неплохо передвигается свободным стилем передвижения. Психологическое состояние позволяет ему встать в уровень одного из сильнейших гонщиков в мире. Но поначалу Артему ой, как непросто. Вот один из примеров с первой велосипедной тренировки. Он с нами ехал нашим темпом, говорит, вроде подъемы здесь не такие крутые, что тут крутить. В итоге, в одну сторону он практически с нами докрутил, там немного отстал. Потом, когда мы развернулись, уже приехали, уже все закончили тренировку, Артема нет. Только потом поняли, что его нет еще. В итоге, через полчаса за ним поехали на машине. И его в итоге забрали на перевале. Все-таки он почувствовал, когда обратно поехали эти перевалы. И, говорит, даже пару раз слазил с велосипеда и просто останавливался. И думаю, когда это закончится, сегодняшняя тренировка. Переоценил свои возможности, так сказать. И в конце я уже догребал. Мальцев в любое свободное время сейчас пытается отдохнуть. Либо спит, либо отдыхает, просто лежит. Поэтому нагрузки все-таки, он говорит, то, что, ну, совсем другие. Но сейчас, как вот вы его видите, как он? Ну, он доезжает до конца, тренировки заканчивают, да. Но ему тяжеловато пока что, допустим, конкурировать с тем же Сашей Большиновым или с основной частью группы. Потому что, ну, нагрузки отличаются, интенсивность отличается. Ну, конечно, еще нет такого, что я там с ними могу в тренировках где-то конкурировать. Потому что у меня была маленькая другая работа, другой подход. Здесь, как говорится, они как соревнования на каждой тренировке соперничают. А у нас было четко по пульсу. И много работы было в первой зоне. А здесь там первая, вторая и там даже в третьей они там зарубаются. После Олимпиады Артем переболел ковидом, но говорит, что сейчас уже полностью восстановился и готов к работе. А ее здесь очень много. Из разговора с Крамером узнал, что у итальянцев первый сбор 12 дней и домой. А тут почти три недели. Ну, вы-то справляетесь? Да, я справляюсь. Нет, честно, мне очень нравится здесь тренироваться. Сколько бы ни говорили, какие здесь заоблачные нагрузки. То есть я справляюсь. Я не гонюсь за кем-то. Я делаю все как в своей интенсивности, в своем пульсе. Еще одно пополнение группы «Бородавка» – переход из юниора в Дарьи Непряевой. Спортсменки одаренной и перспективной. Когда она не попадала в состав юниорской команды и с большим трудом попадала в прошлом году, в состав юниорской команды официально не попала, тренировала еще территорий, но все-таки смогла попасть на чемпионат мира, стала чемпионкой мира в индивидуальной гонке. Это говорит о том, что те спортсмены, которые выигрывают юниорский чемпионат мира, это потенциальные лидеры. Даша Непряева, как вливается в коллектив? Да, отлично. Ну, именно в плане общения, нет такого, что стесняется. Как с коллективом, не знаю, общением? Потому что парни, я вижу друг друга, так подкалывают вас. Коллективом, да, меня тоже подкалывают. Нет, коллективом суперское просто отношение ко мне здесь. Ну, как я чувствую. Не знаю, как на самом деле, но меня никто не обижает. То, что две сестры вместе здесь на сборах, как это, на ваш взгляд, тренера влияет на их подготовку? Да никак не влияет. То есть они два разных человека, и по характеру, и по конституции. Вот, у каждой свой путь, и каждая старается пройти этот путь как можно лучше. А сестра как-то помогает? Да нет. Ну как, отдельно, я отдельно. Очевидно, что сравнения неуместны. А нам лишь остается следить за раскрытием нового таланта. Пока другой талант переживает время перемен. Возможно, главное событие в жизни Ивана Якимушкина состоялось этой весной. Все прошло, наверное, более, чем я ожидал. Я не особый любитель таких мероприятий. И речь не про переход в группу «Бородавка», а про свадьбу. Много спортсменов было. То есть и тренера приехали, и Елена Валерьевна приехала. Есть какие-то изменения, не знаю, в карьере? Да нет. Мы вот с женой разговаривали, когда об этом. Я говорю, блин, свадьба пройдет, ничего не изменится. Она, да нет, вот все. Но мы разговаривали после свадьбы. Она говорит, ну, действительно, ничего не поменялось. Как жили, так и живем, получается. Супруга у Ивана лыжница. Но везти на сборы свою жену, в отличие от Большунова, не торопится. Говорит, что сперва сам привыкнуть к новой обстановке и к режиму должен. Хотя почти со всеми ребятами уже давно знаком. Особенно если взять Саню Терентьева, Дэна и так далее. Мы, в принципе, живем в одном городе, и то есть очень тесно. То есть взять Дениса Спецовая. У него недавно родилась дочка. Я крестный. Как крестный? Справляется? Справляется. Или так же на сборах ничего не успевает, ничего не видит? Нет, старается, как может. А вот спортивная задача справиться с серьезными нагрузками, которые дает бородавка. У нас предупреждали, что нагрузки будут достаточно сильные еще с самого первого сбора, что нужно немножко подготовиться к ним перед приездом сюда. Ну, мы приехали и убедились в этом, что все-таки нужно было подготовиться. Ну, честно, вы готовились как-то? Я готовился, но я думал, наверное, все-таки первые недели будет попроще. А тут прям сразу в такую волну мы влетаем, нагрузок. Так что, надеюсь, в следующем году я буду поумнее уже. Ну, да, он готовился в группе Олега Рестовича Перевозчикова, и там плюс-минус схожие нагрузки, и он, можно сказать, вывозит эти нагрузки сейчас. Якимушкин справляется, но немного там есть у него тоже небольшие проблемы, которые появились после грузпохода. Ну, в принципе, пока в строю. А нам расскажете слабое место Якимушкина, над чем он будет работать в этом сезоне? Хотя бы одно. Я все-таки не буду говорить, потому что это настолько интимный вопрос. Постараемся именно результатами доказать, что мы на правильном пути, и мы видим проблему, и постараемся ее решить. Сделать вот этот сдвиг, исправить состояние, которое не позволяло ему подняться выше, чем вот он достиг тех результатов, которые были. Но уже сейчас видно, что Якимушкин – это мощное усиление в группе Бородавка, и по некоторым аспектам он, как минимум, не слабее, а то и лучше многих. Иван, насколько мне, наверное, так известно, ну, со стороны я наблюдаю, то есть он достаточно ходит одновременно бесшажным ходом, поэтому много-много есть плюсов. Не глядя на то, что он физически такой крепкий парень, он достаточно, то есть, высокофункциональный. Вот, он, то есть, может держать очень высокий темп, вот, это, скажем так, одно из сильных его качеств, вот, которые мы постараемся также развить и дополнить недостающим. По Ивану видно, что сейчас он кайфует от своего дела, и учитывая, что сам был инициатором перехода, на серьезную работу заряжен. Но, если что, в кармане есть диплом о высшем образовании, по специальности «нефтяное дело». Я все-таки рассматривал, думал, пойти вдруг что-то не получится, но пока все складывается. Кем можно работать по специальности? Инженер. Инженером? Да, инженер «нефтегазового отрасла». На буровой где-нибудь? Ну, можно и так, но лучше, конечно, в теплом кабинете где-нибудь в Москве. К счастью для нашего спорта, Якимушкин качает не нефть, а мышцы. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...